Позвоните по поводу Сачевской Любови Яковлевны, и два телефона были даны. Он сразу, конечно, понял, в чем дело. В больнице ему подтвердили, что Любовь умерла. Муж сестры Галины нашел записку от похоронного агента прямо в калитке своего дома. Так он узнал о смерти жены, которая долгое время лежала в больнице. В состоянии шока семья была готова на любые услуги ритуальной конторы, которая неприлично завысила цену. Подобные истории каждый день происходят не только в крае, но и по всей стране. Кажется, будто так называемые черные агенты узнают о смерти человека раньше, чем тот умирает. У заловки случилось, что два агента передрались в доме. Представьте, что вы попадете в такую ситуацию, когда один с другим столкнутся агентом, а все вылится на семью. Павел Котлеров – юрист. Рынок ритуальных услуг ему знаком. Мужчина лично знает людей, которые любят приторговывать смертью. Они даже делят больницы на территории. На каждой работает определенный агент, который имеет связи в медучреждении. Когда пациент умирает, обычная санитарка передает агенту контакты родственников. На своем опыте мы убедились, что такая информация стоит от 500 до 1500 рублей. Все данные тогда скидывайте. Там фамилия, отчество покойной, ну и там адрес, и кардинад, и все, что есть. Закон о погребении и похоронном деле был принят в 96-м году. Местные эксперты уверены, пора признать, что он устарел и требует доработки. На днях стало известно, что Минстрой подготовил новый законопроект, который обещает карать медработников за слив информации о смерти. Скорее всего, это будет преступление, связанное с легкой степенью тяжести. И за него будет предусматриваться даже не лишение свободы, а какой-то штраф. Либо это будет, грубо говоря, отстранение от должности. Сейчас за делами ритуальными следят муниципалитеты и Роспотребнадзор. После принятия закона в России должно появиться ведомство, которое начнет контролировать похоронный рынок. Каждый агент будет обязан иметь лицензию, высшее образование и проходить курсы повышения квалификации. Также известно о других поправках в законе. Например, будет запрещена продажа похоронных венков и лент возле больниц. Не обращай внимания, разве у них товар, разве они могут аккуратно похоронить. Изменения коснулся и социальных похорон, которые положены ветеранам Великой Отечественной войны, мертворожденным детям и неработающим гражданам. Все расходы на их организацию государство должно полностью возложить на себя. Появление этого закона могло бы во многом решить проблемы рынка ритуальных услуг, уверены эксперты. Только вот изменения законотворцы пытаются внедрить с 2014 года. И пока безрезультатно. Так что вполне вероятно, что еще многие семьи могут попасть в ситуацию, которая случилась с Галиной Сергеевой и ее семьей. Узнать о смерти близкого родственника не от медиков, а от похоронных агентов. Из-за одного вот такого звонка, значит, получается, вот нам боль теперь всей семье. Вот уже полгода она не проходит. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. Наши новости.